В Бердянске городе милиции позвонил местный житель, сообщив, что на лестнице, ведущей в полуподвальном помещении одной из многоэтажек, обнаружил труп мужчины со следами насильственной смерти. На место происшествия выехала следственная оперативная группа и специалисты управления уголовного розыска. По результатам предварительного осмотра причиной смерти потерпевшего стали несколько сильных ударов тупым предметом по голове. Факты свидетельствовали, что преступление имело корыстную подоплеку, были похищены деньги и ценные вещи. Особенно правоохранителей заинтересовала одна из находок – оторванный бегунок молнии. Он имел нехарактерную и довольно редкую для подобных вещей форму. Между тем, приглашенный для опроса свидетель путался в показаниях. А правоохранители подметили, что на молнии его спортивной куртки не было бегунка. Когда мужчине продемонстрировали фотографии с места происшествия, на которых был изображен фрагмент замка, тот сник и начал излагать другую версию. Выяснилось, что погибший был сожителем его матери. Впоследствии он неоднократно менял свои показания, путался в показаниях. Значит, говорил, что одна из версий его была, что они отдыхали в кафе, сидели. В результате к ним подсели двое неизвестных, которые потом пошли, когда вышел потерпевший, пошли за ним следом. И что произошло дальше, он не знает. Однако милиционеры усомнились в правдивости и этой версии. В ходе опроса работников и посетителей кафе было установлено, что мужчины, подсевшие к столику, были знакомы с собеседником. Под давлением доказательств мужчина признался, что действительно знает одного из этих людей, но только по прозвищу – Декс. Были расставлены и точки в картине преступления. Декс положил глаз на кошелек, телефон и ценные вещи отчима. Поэтому потребовал от своего знакомого, чтобы тот сообщил, куда направится будущая жертва после застолья. Тот не рискнул отказать, а потом пошел за злоумышленником и стал свидетелем преступления. Очевидно, убийца провел с ним разъяснительную работу о необходимости молчать, в результате которой и остался на месте происшествия оторванный бегунок. А дальше началась кропотливая работа по выяснению личности преступника. Прозвище позволило установить его паспортные данные. Подозреваемого задержали неподалеку от железнодорожного вокзала, когда тот намеревался покинуть город. Сейчас он арестован. Продолжается досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.